Час пятый. Был день рождения друга. Немного выпили, разговорились. Добрались до проблемы власти и свободы личности. «А кто им дал право распоряжаться мной, как пешкой?» – сказал Крикун. «Такого права нет. Это не право. Это грубое насилие. Право предполагает добрую волю, а тут происходит умышленное смешение понятий. Законодательное закрепление насилия – это одно. Если вы хотите употреблять тут слово «право», говорите о праве насилии. Или, если вам это не нравится и вы хотите выглядеть гуманным, о праве один. Законодательное закрепление сопротивления насилию – это другое. Говорите тут о праве свободе. Конечно, это вызывает нежелательные ассоциации, а у нас, как известно, рай свободы. Но говорите тут о праве два. И какие бы вы слова тут не употребляли – право один есть противоположность права два. Принуждение есть противоположность свободе, хотя они и касаются одних и тех же явлений. И в языке определяются друг через друга. Вы говорите о революции, войне, стройках, перелетах, плотинах, выставках и прочих свидетельствах правоты доктрин. А я тут при чем? Это их дело, а не мое. Я пришел в этот мир не по своей доброй воле, и не по просьбе, во всяком случае. При рождении я не давал подписке одобрять все то, что они натворили. Я застал мир таким, каким он стал независимо от меня. И я никому ничего не должен. Отплатить за образование? А много ли оно стоит? И кому платить? А то, что моя мать годами работала даром – это что? Тоже благодеяние? Я сам работал в дармохозе, и что получил за это? Шиш! Мало? Ладно. Я работать буду. С меня сдерут еще в 10 раз больше, чем дали мне. Но это все из другой оперы. Не надо передергивать. Мы не об этом говорим. Мое моральное право – что-то принимать в данном мне мире, а что-то отвергать. Для меня он есть нечто изначальное, а не результат. Друзья не поняли речь крикуна. Они поняли только то, что крикун знает и понимает нечто запретное с их точки зрения и недоступное им. И написали совместный донос в органы с просьбой спасти их товарища, подпавшего под чье-то дурное влияние. Вопрос о влиянии кого-то другого был бесспорен. Не мог же крикун, который учился с ними в одной школе, читал одни и те же книжки, хуже одевался, хуже питался, реже ходил в кино, совсем не ходил в театр и не имел умных взрослых друзей, сам додуматься до всего этого. И слова у него не наши. Вечером в подвал спустился незнакомый молодой человек и предложил крикуну прогуляться. Крикун сразу понял, в чем дело и собрал свои скудные пожитки. Там ему было даже неплохо. Впервые в жизни он спал на отдельной койке и питался три раза в день. С ним вели длинные разговоры большие начальники. Он их ставил в тупик своими вопросами и суждениями. Они хотели узнать, кто его научил так говорить, а его не учил никто. То, что он им говорил, было для них ново и удивительно. И они не могли приклеить его к чему-нибудь знакомому. И его решили выпустить на время, чтобы проследить связи. А он, не заходя домой и не сказав никому ни слова, сразу уехал в деревню. С этого момента он все свои наиболее важные решения в жизни принимал внезапно. Оказалось, что это был единственный правильный способ остаться на свободе. Прошло полгода. Как-то поздней осенью соседка позвала мать и сказала, что про крикуна спрашивали в районе. Схватив горбушку хлеба и трешку денег, мать побежала в поле, где крикун работал. «Беги!» — сказала она ему. Она не проронила ни слезинки. А когда он ушел, и она поняла, что больше никогда его не увидит, она упала на серую, мокрую, холодную землю и впилась в нее зубами. «Помоги ему, Господи!» — шептала она. «Ничего больше не прошу. Только помоги ему. Это моя жизнь. Это мука моя. И твоя тоже, Господи. Что ты без него?» На станции на мешках сидели пьяные мужики, завербованные на дальний север. Они сидели жалкие и серые, и заунынно скулили. «Вот скоро-скоро поезд грянет, гудок уныло загудит. Кого-то здесь у нас не станет, кого-то поезд утащит». Крикун вскочил на замедливший ход товарняк и забился между бревен. Ледяной ветер продувал насквозь. «Ничего», — говорил он себе. «Терпи. Это только начало». А слезы капали на черствую краюху. И была она вкусна и мягка. Если бы люди изобрели такой прибор, чтобы можно было разглядеть чистую юную душу после безжалостного погрома, какими наивными им показались бы поля сражений величайших войн нашего времени? Разве это можно когда-нибудь забыть? Когда до него добрались в городе, он успел уйти добровольцам в армию, и они потеряли его из виду. Они нашли его лишь много лет спустя. «Никуды ты от нас не уйдешь, и нигде ты от нас не спрячешься, потому что кто ты? Вошь. Ну а мы — это власть трудящихся». Субтитры создавал DimaTorzok